Евангелие от Марка 8.36 написано, что толку человеку, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит. Друзья, не политика самая важная, не деньги самая важная, не что-то другое, но в первую очередь, чтобы ты лично знал Иисуса Христа. Потому что что толку человеку, если мы приобретем весь мир, но потеряем душу свою? Петр говорит, что пока я нахожусь в этой храмине, пока я нахожусь в этом теле, пока я живу здесь на земле и пока я не пошел на небеса, то я считаю своей обязанностью напоминать вам, напоминать вам, что же произошло на кресте? Самое важное, самое основание. Весь центр христианства, основание нашей веры – это огромнейшая сила, сила жертвы Иисуса Христа, сила Его воскресения. Что же произошло на кресте? И как это событие может повлиять на нашу жизнь? Евангелие от Луки 22. Иисус дал хлеб и вино своим ученикам. Он дал хлеб, Он дал вино, и они наслаждались этим в узком кругу. И Иисус преломил хлеб и сказал, «Сия есть плость Моя за вас отдаваемая, и делайте сие в Мое воспоминание». И люди говорят, я буду наслаждаться вот этой вечерей хлебопреломлением, вот этот хлеб, вино, и это символизирует его кровь и его плоть. Но, друзья, это не кровь Иисуса, и это не тело Иисуса. Это простой хлеб, и это простой виноградный сок. Виноградный сок, потому что есть такая привычка, традиция, знаете, в церквях, что пастор пьет остаток, знаете, этого сока, вина. И поэтому у нас сок. Это не кровь, это не плоть, это не тело. Но мы через это вспоминаем, мы вспоминаем то, что сделал для нас Иисус на кресте. Это нужно сделать каждый день, вспоминать. Но Иисус учредил этот ритуал, чтобы в определенное время мы наслаждались этим хлебопреломлением. И что же произошло на кресте? Иисус умер и воскрес. И Бог послал своего сына, он пришел, Бог пришел воплотить человека, умер на кресте, три дня был во гробе, и на третий день воскрес. И всякий человек, который верит в Него, что же это дает? Во-первых, в послании Коринфянам 5.17 написано, что «Кто во Христе, тот новое творение». Самое большое чудо – это не просто исцеление тела, это не какой-то прорыв в политике или какое-то финансовое чудо. Нет, самое большое чудо – это новое сердце, новая природа, рождение свыше, вот чудо. Вот самое большое чудо – новый человек. И когда мы наслаждаемся этим хлебопреломлением, мы должны помнить, что мы новые люди. Мы – люди, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. И это сверхъестественно. И зная, что это сверхъестественно, в то же самое время Библия говорит, что мы должны совлечь старого человека и облечься в нового. Мы должны начать мыслить в согласии с тем, кем мы являемся во Христе. Мы должны думать, что это за новый человек. И Евангелие Иоанна написано «Истинно, истинно говорю вам, кто слушает мои слова и верит в того, кто меня послал, у того есть жизнь вечная». Жизнь вечная. Когда я был маленьким мальчиком, может быть, два года, мне было три, не помню точно, но я очень хорошо помню, что я задавался вопросом, где я буду, когда меня не будет? И так же, я думаю, многие дети тоже об этом думали. А где я буду, когда меня не будет? Да и взрослые люди, они тоже думают об этом. Где же я буду, когда меня не будет здесь на земле? И я дергал маму за юбку и спрашивал, «Мама, мама, что будет? Где я буду, когда меня не будет?» И она была учительницей в музыкальной школе, воспитана в коммунистическом духе. И она молилась обо мне 10 лет Богу, и произошло чудо. Я 10 лет жил безбожной жизнью, ужасной жизнью, в зависимости. Много лет. Много лет так жил, и она 10 лет молилась за меня. И я выкинул в мусорник просто свою жизнь где-то до 30 лет. Но я родился свыше. Я стал новым человеком. И мое время со Христом, мое время с Богом, оно уже более длительное, чем то время, которое я просто проиграл и выкинул, живя без Бога. И теперь я живу не только для себя, но и для других людей, и для Бога. И спасибо Богу за это. Так вот, я спрашивал маму, и она говорила мне, «Ну, ничего там не будет». Но спасибо Богу, что теперь моя мама познакомилась с Богом. И Библия говорит, что человек состоит из плоти, из души и из духа. Но душа состоит из разума, воли и эмоций. А плоть, когда мы будем несколько метров под землей, когда черви выполнят свою работу, мне не нравится об этом думать, но так будет. Но даже если будет кремация, все равно из земли ты взят в землю и возвратишься. Но твои мысли, твои эмоции, твой разум и твой дух, они отправятся в два места. Смотря что ты выбрал здесь, на земле. Со Христом ты наследуешь вечную жизнь. И про это второе место, куда может попасть человек, я вообще даже говорить не хочу. Это ад. Итак, вечная жизнь. У меня есть уверенность, где я буду после смерти. Ты веришь во Христа, ты веришь в Его жертву. И мы вспоминаем, что во время вечера Иисус отдал за нас свою плоть, и что это для нас значит? И написано, что Иисус искупил нас от проклятия закона и сам стал проклятием. Написано, проклят всякий, висящий на древе. То есть Иисуса пригвозили к Кресту, и на Кресте Он взял на Себя наши немощные, наши болезни, наши грехи, и все наши проклятия Иисус взял на Себя. Знал ли ты, что могут быть проклятия? И наложенные проклятия, к сожалению, от родителей, например. Например, в моей жизни действует проклятие. Какое? Я хорошо помню. Это был Советский Союз, и был такой журнал. Да, и у меня был огромный интерес о наркотиках. У меня не было никакой связи связи с наркотиками, но мне было так интересно. Хотя я не знал, нигде их получить, нигде их найти, но у меня было такое пламя. И у меня не было даже друзей таких. Вроде бы нормальная среда была, но у меня был интерес. И я читал такую статью про наркотики, и я просто питался, ел из этого журнала, просто питался этой информацией. Меня очень интересовал алкоголь, хотя когда я в первый раз напился, я поздно начал пить, в 16 лет примерно. Я так напился, мне было так плохо, что я сказал, я больше никогда в жизни не буду пить. Но это не была физическая проблема. Это было какое-то внутреннее, необъяснимое желание, с которым я не мог совладать. Я хочу. Да, мне было плохо, но я хотел. И когда была первая возможность, я шел и пил. Я так хотел этого. И это я объясняю очень просто. Мой отец был алкоголик. Он умер, когда мне было 4 года. И он умер от употребления алкоголя. чрезмерного. Он не был плохим отцом, я ничего такого не помню плохого про него, но одно я знаю точно. Он был алкоголик. И он умер, когда мне было 4 года. И я наследовал от него огромную зависимость. И в 2000 году, 17 марта, я принял Иисуса Христа. И я признал Его жертву, ту жертву, которую мы будем вспоминать сейчас. Я сказал, Иисус, приди в мое сердце, будь моим Господом. И я стал новым человеком. Знаете, есть люди, которые посещают клуб анонимных алкоголиков, например. Даже если они не собираются вместе, если они пропускают встречи, я не могу сказать про всех, но в основном это желание, эта тяга, она возвращается. Они все равно хотят пить. Они воздерживают, но это желание у них остается. У них есть желание, есть тяга, но они просто держатся. Я помню, как я пришел к психологу и говорю, у меня зависимость, помогите. И он нарисовал такую дорожку, жизнь мою, и сказал, вот в этой точке ты можешь остановиться и перестать, но всю жизнь ты будешь алкоголиком. Это твоя сущность. Свободным ты никогда не будешь. Можешь просто воздерживаться. Но прошло больше, чем 22 года. Уже 23 год. Ни разу никогда не было ни малейшего желания использовать, употреблять алкоголь. Ты можешь это вообще понять? Это необъяснимо. Не было ни малейшего желания употреблять алкоголь. Не было ни малейшего желания. Не было такого желания. Мне это неинтересно. Мне это вообще неинтересно, этот алкоголь на полках, в магазинах. И это чудо, которое может сделать Христос. Это жертва Христа, и это заслуга Его жертвы, и мы в это верим, и это чудо. Но, с другой стороны, мы также должны мыслить о себе, как о тех, кто является новым творением во Христе, и мы верим, что наши проклятия разрушены. Иисус на кресте взял эти проклятия на себя. Следующее, Римлянам 6.9. Он один раз и навсегда умер для... для греха, и Он воскрес. И мы знаем, что однажды воскресший Иисус уже не умирает, но вечно живет для Бога. Так же и вы мыслите о себе, что вы мертвы для греха, но живы для Иисуса Христа. Ты мертв для греха. Что это значит? Это значит, что у тебя есть самоконтроль, вера во Христа. Да, у тебя появляется контроль, и ты сам можешь жить такой жизнью, в которой ты хочешь жить. Второе, Тимофея 1.7. Ибо Бог не дал нам духа страха, но духа любви, целомудрия, духа самоконтроля. Так что мы можем сами выбирать, как жить. Мы можем жить полноценной жизнью для других, для себя и для своей страны. Аминь. Первое, Фессалоникийцам 2.13. Ибо Сам Бог действует в вас, в вас, которые верят. Вы верите, и тогда Бог действует в вас. И в послании Петра написано, что Он вознес грехи наши на крест, чтобы мы, мертвые для греха, жили для праведности. И написано, что ранами Его мы исцелились. И на кресте Он взял не только наши немощи, наши болезни. Не только наши грехи, но также и наши немощи и болезни. Это не значит, конечно, что мы должны теперь игнорировать врачей и игнорировать различные лекарства и достижения. Но все-таки это значит, что мы должны мыслить и понимать, что мы совершенно исцеленные, здоровые люди. Скажи, я исцелен. Здесь, в этой среде, в Церкви Христос Миру, я вообще не видела каких-то тяжелых болезней. Какие-то болезни, они просто проходят мимо. Разве что, когда все состарицы начнут умирать, будет жалко. Ну, такой порядок мира и жизни, что наш век, он достаточно короткий. Человек пришел и потом уходит. Не знаю, наверное, придет момент, когда мы все-таки будем уже хрустеть костями и морщины будут. Хотя я надеюсь, что воспитаем новое поколение. Но вы новое поколение, вы тоже начнете скоро стареть. К сожалению. К сожалению. Но мы все умрем своей смертью. К тебе не прикоснутся несчастные случаи. Ты не умрешь от каких-то тяжелых болезней. Но ты просто в старости, может, во сне, просто уйдешь к своему небесному Отцу, когда тебе будет сто лет. Вот она воля Божья. Вот так и тебе нужно мыслить. Вот так нужно верить. Не знаю, как будет на самом деле, но мы должны верить. Друг, слышал ли ты, что христиане говорят? Политика – это не чистое. Там нечего искать. Я смотрю на мир, как живут люди в мире, и я смотрю на христиан, как живут христиане, и, к сожалению, ты можешь не согласиться. Но я заметил, что люди вне церкви чаще бывают сильнее, чем в церкви. Я не говорю про церковь Христос мира. Нет. Но многие люди в мире, они более богатые. И я недавно помог пожениться людям в церкви, которые 40 лет были вместе. 40 лет. Они вроде как мирские люди, но они вместе живут 40 лет. А здесь в церкви бывают жениться люди, проходят два года, и все, люди хотят разводы, и они несчастливы. И все там с синяками же под глазами приходят. Да, конечно, я преувеличиваю, но все-таки ссоры, ругань, разводы. Вот, посмотри на людей в мире, посмотри на людей в церкви. Что это говорит? О том, что библейские принципы, они действуют и у неверующих людей, и они могут много чего-то добиться. И в Библии же написано, что солнце светит на праведных и на неправедных. Но что толку, если я приобрету весь мир, а душе своей поврежу. И нам нужна церковь, чтобы не потерять душу. Но библейские принципы, они работают и за стенами церкви. Поэтому нам нужна политика. Мы должны быть профессорами, бизнесменами. Мы должны зарабатывать деньги. И ты несешь христианские ценности и укрепляешь их в обществе. Боже, благослови Латвию. И вот она, Божья воля. И что же написано касаемо вечери. Мы должны вспоминать это. Второе коринфянам. Вы знаете, милость Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы Его нищета обратилась нам в богатство. Иисуса у Креста обокрали. Он не только на Себя наши грехи взял, но Он также и нашу немощь, нашу бедность взял на Себя. Мы были бедны, но Он взял эту бедность на Себя, чтобы мы были богаты. Ты богатый человек, и это Божья воля. И в завершении ты благословенный человек. И ты можешь сказать какому-то человеку, ты благословенный человек. В книге Второзакония написано, когда ты будешь слушать голос Господа Бога твоего, тщательно исполнять заповеди Его, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Слышал ЛПВ? В программе есть пункт, что Латвия будет как Дубай, знаете, в которую люди едут, они уезжают. экономически социально богословенная страна, это возможно. Но в чем ключ, что у нас есть вера в то, кем мы являемся. И мы, как церковь, верим в то, кем мы являемся. И мы зажигаем эту веру в людях вокруг нас. И мы несем людям идею, чего мы можем. И каждый может жить в согласии с волей Божьей и строить государство в воле Божьей. И Бог Твой поставит Тебя выше всех народов земли. И придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. На всех и на либералы вообще на всех сойдут благословения. На Тебя сойдут все сии благословения. Благословен ты будешь в городе и на поле. Благословен будет плод чрева Твоего, плод земли Твоей, плод скота Твоего, плод Твоих волов и плод овец Твоих. Благословен ты при входе и при выходе. Благословен будешь при выходе, при входе. Благословены все Твои плоды Твои и все Твои враги. Они падут. И здесь перед выбором знаете, у нас есть друзья из партии первое место. Можете воздать им аплодисменты тоже. и особенно в это время очень много конкурентов и много таких людей, у которых нет вообще ничего святого и которые нападают и борются за свои идеи. Но Господь Бог Твой. Он всех Твоих врагов поразит. Одной дорогой они прибегут и другой убегут от Тебя. И мы не должны хотеть, чтобы Бог уничтожил, их. Но Бог прогонит наших врагов. И все Бог обернет во благо и сделает как трамплин для Твоих новых достижений. И все, к чему ты приложишь руку свою, Бог благословит тебя. Всякий твой труд, всякое твое дело. И Он откроет святилище и хранилище свои для тебя. И Он благословит все, что ты делаешь своими руками. И все, что ты делаешь, оно будет благословенно. И ты не будешь занимать, но ты будешь давать. Не ты будешь брать у кого-то в долг, но у тебя люди будут просить в долг. И Бог поставит тебя головой, а не хвостом. И ты всегда будешь вверху и никогда не будешь внизу. Скажи, я всегда буду наверху и никогда не буду внизу. Аминь. Вот смысл Святой Вечери. Что больше произошло на кресте? На кресте произошло много хороших вещей. И нам остается верить и вспоминать это. Сейчас очень много теорий заговора. Например, что летают самолеты и разбрызгивают яд. я не согласен со всеми многими вещами, но многие принципы мне понятны, почему остается хвост за этим самолетом. Белый хвост в самолете. И когда после четырех лет я потерял своего ребенка, каждый раз, когда я видел хвост, этот самолет, и я думал, вот бы я был в этом самолете. И когда я попал в свои зависимости и жил своей ужасной жизнью, я понимал, что от себя я не сбегу. Но когда я видел этот самолет, я смотрел на самолет и видел этот белый хвост, и я думал, вот бы я сел в этот самолет и улетел в Нью-Йорк, все бы изменилось. И пришло время, когда я был в советской армии 8 декабря. И я отправился на расстоянии 10 тысяч километров отсюда, и я не видел дом два года. Это было очень далеко. Туда можно было только с подземным туннелем через с помощью поезда отправиться. Это было очень далеко. Я помню тот момент, когда нас с тяжелой машиной везли в это помещение, и там сержанты стояли. И он говорит, ну все, сейчас ужас будет, держитесь, ребята, потому что тебя туда бросили, как на войну практически, ну что будет, то будет, но там просто ужасные условия, ужасная жизнь была. И шло время, и я там и хлеб резал, и не было, меня вообще выкинули оттуда, им не понравилось, что я что-то делал, потому что у меня были огромные щеки, и я сам съедал этот хлеб. Потом я вещи раздавал, формы раздавал, сигареты давал людям. Потом меня сделали художником-оформителем, пока другие что-то там делали зимой на улице, я оформлял плакаты. там латышей уважали. И каждый раз, когда я видел самолет, у меня было такое же грустное чувство. Вот бы отсюда меня могли вернуть в мою Латвию. Прошло время, и я познал Иисуса Христа как своего Господа. Это уже 2002 год был. Я работал в строительстве одного американца, и озеро уже застыло зимой. Я вышел посидеть у этого озера. Это была зима, красивое небо и опять самолет. три самолета. Я хорошо помню этот момент. Три самолета. Опять этот белый хвост, и я опять задал себе вопрос, потому что что-то внутри изменилось. Хочешь ли ты, чтобы эти самолеты тебя увезли куда-то? И я знал ответ. Эмоционально я знал этот ответ. Нет, я не хочу. Мне хорошо здесь и сейчас, там, где я нахожусь. и знаешь, ты благословенный человек, ты благословенный человек, и то, что в тебе есть, то, что ты можешь, ты благословенный человек, оставайся в своей земле и живи со честью. Аминь. Если ты еще не знаком с Сусом Христом как со своим Спасителем, то сегодня особый день, когда можно пригласить Его в свое сердце, отдать Ему свою жизнь. Потому что в Библии сказано, что если ты веришь и своими местами говоришь, что Он твой Бог, который заплатил за все твои грехи на кресте, то ты спасен. Это очень важно. Если ты тот человек, который первый раз пришел сюда, то мы приглашаем тебя выйти вперед и произнести молитву покаяния, ты можешь повторять эти слова со мной, молить Бога. Бог здесь, Он тебя слышит, Он тебя очень любит и приготовил для тебя все самые лучшие вещи. Он тебя ждет больше всего. Самое важное, что Бог нам дает, это вечная жизнь. небеса вместе с Иисусом Христом. Это не может дать ни один человек, это нельзя получить за деньги либо каким-то другим способом. Только приняв Иисуса Христа его жертву, Валдис сказал, что Валдис говорил, что Он пришел сюда, принял Иисуса Христа и только тогда его жизнь начала меняться. Нет. Все в этот момент только началось вместе с Богом, вместе с Иисусом. Мы сейчас будем молиться, я буду произносить слова, вы будете повторять. Можно закрыть глаза, так будет легче. Мы будем молить. Дорогой Иисус Христос, я иду к тебе в молитве. Я принял решение верить, что ты, Господь, послал Своего Сына Иисуса Христа, который в теле человеческом пришел на землю и жил вместе на нами, который умер на кресте и взял все мои грехи, который три дня был в могиле, на третий день Он воскрес, сейчас вознесся на небеса и через Духа Святого Он сейчас здесь, милый Иисус Христос. Я признаю, что я грешник и сам себя не могу спасти, поэтому прости все мои грехи, пойди в сердце мое и стань моим Господом. Спасибо, что все мои грехи теперь прощены. Мне принадлежит обещание вечной жизни и мой путь идет на небеса. Слава Тебе, Господи. Аминь. Редактор субтитров